Продажи бесспорный двигатель развития бизнеса. А умение выгодно представить товар и тонко определить потребности клиента, можно по праву назвать искусством продаж, овладеть которым стремятся как маркетологи, так и руководители бизнеса. О том, какие технологии сейчас наиболее эффективны и кто он, гениальный специалист по продажам, поговорили на сейлс-форуме в Новосибирске. Экономические факторы, инновационные технологии и развитие интернет-маркетинга. Все это влияет на изменения конъюнктуры рынка и, соответственно, вызывает потребность в обновлении способов ведения бизнеса. Сейлс-форум – это наше ежегодное мероприятие. Оно нацелено на руководителей, которые управляют продажами, и на менеджеров, которые продают. То есть мы даем управленческие технологии в части продаж и даем технологии продаж. На мой взгляд, на сегодняшний день в нашем городе, в сибирском регионе даже в целом, я бы сказала, нет аналогов подобных мероприятий, когда люди могут прийти и за один день, пообщавшись с разными спикерами, получить новые свежие технологии, какие-то свежие идеи, фишки сегодняшнего дня. Помимо того, что все получают инсайты и уходят с новым видением, с новым мышлением, абсолютно точно уходят с инструментами, которые можно применять прямо уже сегодня по завершении мастер-класса. Подобные мероприятия нужны для того, чтобы промотивировать человека, прежде всего продажника, менеджера, к тому, чтобы развиваться дальше. Возможно, какая-то информация была уже слышана, какую-то он обновляет, но отсюда он всегда выходит заряженным. Задача каждого спикера – зарядить тебя желанием развиваться, работать и быть лучшей версией себя. Ну, прежде всего, очень интересный подход к тому, что различается не поколение, а различается сознание этих поколений. Интересно то, что человек может находиться сразу в нескольких жизнях одновременно. Интересно то, что может перетекать из одного состояния в другое. Да ну, это же развитие. Это абсолютное развитие. Не было еще ни одного тренинга, который прошел бы зря. Сегодня я вижу максимальную пользу именно в подходе, который могу применить к своим сотрудникам, к своей работе. Выбор клиента кажется непредсказуемым. Но это только на первый взгляд утверждают спикеры форума. Ведь чтобы найти подход к каждому клиенту и заключить сделку, не надо обладать сверхспособностями. Достаточно выработать навык распознания типа человека по его вопросам, внешнему виду, возрасту, поведению в текущей ситуации. Сейчас специфика нашей ситуации в том, что одновременно есть несколько способов мышления. Можно говорить их поколенческие способы мышления. Они одновременно присутствуют в культуре. И мы все не бываем точно всегда иксами, точно игреками, точно азотами. В разных ситуациях мы то немножко иксуемся, то немножко игрекуемся, то немножко азотуемся и так далее. Вот. Соответственно, когда мы говорим об искусстве продаж и технологии продаж, то очень важно продажнику уметь с первых фраз диагностировать, в каком мышлении сейчас находится человек. И, соответственно, продавать с учетом той парадигмы мышления, в которой в данный момент человек находится. Клиентов точно выбирать не надо. Нужно быть просто настолько мультиорганичным, чтобы к каждому клиенту подстраиваться заранее и быть готовым вообще к любому клиенту. В то же время для организации эффективной маркетинговой работы недостаточно выявить интересы клиента. Не менее важную роль в этой деятельности играет внутренняя организация компании и квалификация сотрудников. Для решения данной задачи бизнес-тренеры предлагают новые проверенные на практике методики. Сегодня мы будем говорить об оценке менеджеров по продажам, как быстро и эффективно гарантированно оценить людей, которые к вам пришли. Если вы хотите прямо готовую технику, самая простая техника, которая работает, это техника 5 минут. Когда мы не в режиме диалога, а в режиме монолога, просим кандидата рассказать о себе в течение 5 минут без остановки. И мы слушаем не столько содержание, сколько форму подачи. Мы слушаем его глаголы, которые он использует, то, как речь построена. Это сложно сочиненные либо сложно подчиненные предложения, короткие или длинные. Исходя из этого, мы анализируем его метапрограммный профиль и можем очень легко прогнозировать, насколько он будет эффективен в той или в иной должности. Мы будем работать в формате фасилитации, это метод организации групповой работы, когда участники сами создают контент, сами анализируют своего клиента, рассказывают о нем, делают определенные выводы, заглядывают в прошлое. Если раньше было управление по целям, потом было управление по компетенциям, сейчас выходит вперед ценностное управление. Вот определитель свой-чужой, это разделяет он мои ценности или нет. Понятно, что легче операции прогнозировать того человека, ценности которого ты разделяешь. Мир быстро меняется, и чтобы бизнесу оставаться на плаву и не терять свою конкурентную способность, необходимо следить за современными тенденциями и внедрять в работу новые эффективные инструменты маркетинга.